Сегодня ему было бы 80 лет Смелого изобретательного режиссера, глубокого и тонкого педагога По своей последней работе в кино, в фильме «Война и мир» Он остался в нашей памяти легким, элегантным, моложавым и жизнерадостным Любопытно, что творческая жизнь его на сцене художественного театра Началась тоже с танца Портрета Станицына нет среди исполнителей этой постановки «Горе от ума» Хотя он был участником этого спектакля, поставленного еще Станиславским Константин Сергеевич обратился во вторую студию Есть у вас красивый молодой человек, очень хорошо танцующий И в театр прислали Виктора Станицына Сегодня мы не можем восстановить облик этого красивого гостя на балу у Фамусова Но многие документы позволяют нам судить об актере Станицыне Не случайно, вероятно, несколько позже, когда Станицын был уже принят в труппу художественного театра В одном из писем к Немировичу Данченко Станиславский писал «Станицына я очень люблю как актера Ему нужна очень ответственная роль» И такие роли пришли Он был в своем исполнительском искусстве Тем, кого называют подлинным мастером перевоплощения Подчас почти неузнаваемым Но всегда живым, подлинным Всегда человеком С его неповторимым внутренним миром Его неповторимой судьбой Фон Шират Дни Турбиных Разумовской В пьесе Елизавета Петровна Звездинцев Плоды просвещения Толстого Мольер В одноименной пьесе Булгакова Прапорщик Абаб Бронепоезд 1469 Пиквик Инсценировка Пиквикского клуба Диккенса Стива Облонской Анна Каренина Кураслепов Горячее сердце Андрей Прозоров Три сестры Чехова Репетилов В горе от ума Губернатор В работе над мертвыми душами Фантазия гениального режиссера Станиславского Встретилась С яркой фантазией Актера Станицына И из незначительной Чисто служебной Сцены В начале пьесы Выросла огромная Важнейшая Для спектакля роль Острая Полная Юмора И подлинно Гоголевского Гротеска Мне кажется Что совершенно справедливо Когда называют Виктора Яковлевича Станицына Замечательным Мастером Перевоплощения Это действительно так Это я имею Об этом право говорить Потому что Виктора Яковлевича Станицына Я знаю очень давно Я поступил В художественный театр В 1925 году Когда уже Станицын Играл очень большие роли И я никогда Не пропускал Спектакли Где занят Станицын Меня всегда Увлекало его искусство Прежде всего Он был красавец Виктор Станицын Это был красавец Он замечательно Танцевал Он замечательно Двигался Он замечательно Говорил Все качества Были у него Потом Я видел его Уже в таких ролях Ну например Когда Константин Сергеевич Ставил Мертвые души Он играл Губернатора Губернатора Тоже интересный образ Создавал И вот из этого Красавца Виктора Яковлевича Ну хотя уж он был В летах Но все-таки Он создал Какой-то тоже Замечательный образ Наивный Я бы сказал Даже глупый Но в то же время Обязательно Обаятельный Вот обаяние У Виктора Яковлевича Станицына Отнять нельзя было И вот посмотрите Как любопытно Вот так вспоминаешь А в то же время Я видел и участвовал В этом спектакле Потом мы часто Участвовали И я участвовал В спектакле Где был занят Станицын Бронепоезд 1469 В село До Иванова Где он играл Прапорщик Абаба Фигура страшная Это уже Не обаятельный Виктор Яковлевич Это страшный Виктор Яковлевич К такому В руки Не попадись Расстреляет Запорит Ничего Святого Нет В голове Ни одной Мысли Я Говорил он По роли Я как Обойма И действительно Это была Обойма Не думающая О стреляющей Эта роль А потом Курослепа В горячем сердце Тоже Удивительно Милый Обаятельный Вроде человек Но страшный В то же время Курослеп Заплывший Опившийся Человек Совсем Ничего не видящий И не знающий Сколько времени Это сейчас Как-то Который Час Ничего Неизвестно И Виктор Яковлевич Это все Как-то Передавал Очень здорово Очень тонко И совсем Не похоже На те роли Которые Он играл Раньше Потом Она Каренина Стива Вот тут Виктор Яковлевич Опять Показал Свой блеск Такой Великолепный Петербургский Изысканный Барин Это ему Очень удавалось И Владимир Иванович Немирович Данченко И Сахновский Постановщик Этого спектакля Были Очень довольны Им это Очень нравилось И мы Все Принимали С восторгом Одна из Последних Ролей Сыгранных Виктор Яковлевич Станицыным На сцене Московского Художественного Театра Роль Инспектора Мича В спектакле Соло Для часов Сбоем Этот спектакль Вновь Соединил Вместе В одном Блистательном Ансамбле Прославленных Стариков МХАТа Каждое Представление Соло Стало Радостью Не только Для зрителей Но и Для исполнителей Они Снова Были Вместе Сам Станицын Говорил об этом Внимательно Наблюдая За Станицыным С молодых Лет Константин Сергеевич Еще в 26 Одобрил Его стремление Заниматься С молодыми Актерами Сказал Очень Сочувствую Пробам Станицына Он Подает Надежды На режиссера Надо ему Всячески Помочь Станицын Не обманул Надежду Станиславского Он Поставил В художественном Театре 24 Спектакля 24 Спектакля Но Уже Первым Поставленным Более 30 Лет Тому Назад Виктор Яковль Станицын Вошел В историю Советской Режиссуры Это Был Пиквикский Клуб Спектакль Удивительный По своему Смелому Новаторству Озорству Яркости Формы Спектакль В котором Он Впервые Проявил Присущие Ему Всю Последующую Жизнь Слияние Таланта Режиссера Постановщика С тонким Даром Режиссера Педагога Именно Это Помогло Многим Известным Уже В то время Актерам Раскрыться По-новому Подчас Совершенно Неожиданно Да Это была Счастливая Встреча Встреча Которая Сыграла Громаднейшую Роль В нашей Жизни Это была Дружба Большая Творческая Дружба Которую Мы с Виктором Яковлевичем Пронесли До конца Его Жизни Я вспоминаю Этот Замечательный Спектакль Пиквикский Клуб Мы были Молоды И Виктор Яковлевич Был Молодой Ну Молодости Свойственное Озорство И вот Тут Я бы Сказал Что мы Не побоялись Одной Вещи Мы в этой Постановке Немножко Позорничали Правда Когда дело Дошло до конца Мы побаивались А как это Примут Наши великие Учителя Константин Сергеевич Станиславский И Владимир Иванович Немирович Данченко Но слава богу Все это прошло Очень хорошо Удачно Мы имели Громаднейший Успех Но не об этом Я сейчас хочу Сказать даже Не это главное Я хочу Вспомнить И рассказать О той Творческой Атмосфере Которую Так Замечательно Умел Создавать Виктор Яковлевич Станицы Нам было Легко А мы были Еще совсем Молодыми Актерами Птенцами Вроде Но мы с ним Разговаривали Вроде как На равных Совсем На равных И он К нам Прислушивался И шутил С нами И у нас Даже была Такая игра Если кто Сделает Хорошее Предложение Интересное Предложение По спектаклю У нас была Такая копилка Мы клали Деньги В копилку Что вот За хорошее Предложение Платим Деньги Потом Деньги Собирались И вот В конце Уже после Постановки Мы устроили Такой Вечер Где были Приглашены И не только Участники Спектакля Но и Наши Старики Я помню Одну Вещь Я помню Я играл Джингля Роль Очень интересная И очень трудная Для меня Была И помню Как Виктор Якович Работал Над ней Как он Старался Помочь Мне Я помню Художника Петра Владимировича Вильямса Который нарисовал Замечательный Эскиз Костюма И вот Кстати Должен сказать Что этот костюм Этот эскиз Очень помог мне Вдруг на одной Репетиции Я почувствовал Вот какой Джингль Виктор Прошу прощения Что я его так Называю Мой дорогой Прекрасный друг Виктор был В восторге Говорит Вот ты что-то Теперь нашел Вот теперь По-настоящему Ты понял Что это за Вантюрист Вот продолжай В этом духе Я помню Одну вещь Вот это тоже Хочется рассказать Пришел на спектакль Владимир Иванович Немирович Данченко Боялись мы Страшно Это по-моему Не спектакль Была генеральная Репетиция Но с публикой Виктор Яхарич Сидел В зрительном Зале Рядом С Владимиром Иванович Кончился Кончился акт Виктор Виктор Пришел К нам За кулисы Мы Все К нему Видят Ну как Как Там Идет Как Немирович Восторг Для нас Полный А вот Для Владимира Ивановича Немировича Данченко Если он Даже так Это для него Был большой Большой Смех Но мы Были в восторге Спектакль Эта Генеральная Репетиция Прошла Очень Здорово И дальше Когда я Встречался С Виктор Яхаричем В любом Спектакле То ли Это Мария Стюарт То ли Последний Спектакль Там На всяком Мудреца Довольно Простоты Как-то Всегда Мне С ним Я не Хочу Говорить Что Мне Всем Было Легко Работать С ним Мне Кажется Именно То Что Он Сумел Создавать Такую Свободную Творческую Атмосферу Что Не Всем Дано А Это Очень Важно По-моему И Еще Странно Что Виктор Яхарич В конце Жизни Вдруг Пришел Тоже К озорному Спектаклю В школе Студии Моя Прекрасная Леди По шоу И Спектакль Был Прекрасный Замечательный Спектакль И Молодежь Так Играла Но Хочу Отметить Молодежь Но Моложе Всех Это Не Только Мое Мнение Моложе Всех Был Виктор Яков Старицын Когда я Пришла В художественный Театр На свою Первую Репетицию Я Становилась В некоторой Нерешительности В коридоре Ко мне Подошел Молодой Человек Очень Изящный Приветливый И Спросил Меня Вы Степанова Я Сказал Да Он Говорит Я ваш Партнер Виктор Яковлевич Станицын Позвольте Представиться Нам Предстоит С вами Репетировать Сейчас Придет Константин Сергеевич Он еще Не приехал Вы Знаете Художественный Театр Ну конечно Вы знаете Его Потому что Вы были Зрителем Но вы Не знаете Того Художественного Театра Которым Знаем Мы Актеры Вот Я Сейчас Вам Покажу Вам Кабинет Станиславского Покажу Наше Апетитационное Помещение И Повел Меня По Зданию Художественного Театра Это Мое Было Первое Знакомство Какая-то Ласковая Улыбка С которой Он меня Встретил Его Желание Как-то Ну что ли Познакомиться Со мной Привет Приветливо Встретить Меня Первый раз Пришедшую В это Здание Конечно Трепещущей От волнения Оно Мне запомнилось На всю жизнь И Это доброе Отношение Ко мне В данном Случае А потом Как я заметила И ко всем Актерам Оно Было Таким Сопутствующим Всей деятельности Виктора Яковлевича Станисина В театре В дальнейшем Я увидела Виктора Яковлевича Как актера Актер очень разнообразного Большого диапазона Он играл И комедийные роли А впоследствии Играл И драматические роли Но особая тяга Была у Виктора Яковлевича К комедийным ролям Здесь он как-то Чувствовал Свою стихию Весь его Юмор Улыбка Жизнелюбие Оптимизм Все выражалось Вот в творчестве Над этими Комедийными ролями Ну не только такого Чехова любил Виктор Яковлевич Станицын Ему были свойственны И постижения Других образов Чехова Глубоких Поэтических Наделенных Тоской По лучшей жизни Ждущих Ищущих Помню Помню Его Работу Над Андреем Прозоровым В пьесе Три сестры Которую мы делали С Владимиром Ивановичем Неверовичем Данченко Как сейчас Слышу Его Глубокие Интонации В третьем акте Когда Он Каял Со своим Сестрам Необыкновенные Глубины И проникновенности Монолог В последнем акте Куда ушло Мое прошлое Когда я был Молод Весел Умен Просто Мужественно Следуя завету Именно Владимира Ивановича Неверовича Данченко О мужественной Простоте Он Выполнял Эту роль И в дальнейшем Когда он Как режиссер Увлекся Чеховым И ставил И Вишневый сад И Чайку Мне кажется Именно он Следовал Этому завету Об оптимизме Чехова О том Что каждый Из персонажей Надеется На лучшую жизнь Ждет Этой лучшей жизни Страдает От того Своего Неудовлетворения Настоящим И В выполнении Вот Того завета Мужественной Простоты С которым Герой Выражает Свои чувства Свои мысли В этих Произведениях Да Очень живо И ярко Я вспоминаю Виктора Яковлевича Станицына Работающим Вот в этом Зале В зале Школы-студии МХАТ Которую я Окончил Под его Руководством Он был Руководителем Нашего курса Я вспоминаю С благодарностью И нежностью Наши встречи С Виктором Яковлевичем Во время Работы Над ролями В частности Вспоминаю Как вот на этой сцене Этого Студенческого Театра Нашего Большого Зала Так называемого Мы работали Пьесу Дипломный Спектакль Пьесу Кальдерона Дама-невидимка Я был занят В роли Слуги Косме Который В пьесе Должен многое Понять И многое Перестроить Но мешает ему Это сделать То, что он Все время Пьян Виктор Яковлевич Мне очень Многое Часто показывал Весь курс Сбегался Это смотреть Как сейчас Помню И все Как всегда говорят Помирали Сосмеху А мне это Никак не удавалось Хочу сказать Что Виктор Яковлевич Умел ждать Умел дождаться От студента Тогда еще Чтобы он сделал То или иное Выполнил То или иное Задание В данном случае Он должен был Понять Понимаю ли я то Что он хочет От меня добиться А потом Подождать Пока я это Сделаю Вспоминаю также Что когда мы Уже кончили Школу-студии И я был принят В художественный театр Что сразу же попал В постановку Станицына В театре Это была постановка Произведения Николаевой Битва в пути Спектакль по этому Произведению Меня заняли В одной незначительной Роли Ну Роль знаете Такого Друга Героя Роль была маленькая Она была совсем Не разработана Была не важна В общем спектакле Но нас Виктор Яковлевич Научил Не останавливаться Так сказать На том Что есть И я решил Свою роль Развивать Я надергать Я надергал Много цитат Из произведения И совместно С режиссурой С Виктором Яковлевичем Станицыным И Виктором Карловичем Манюковым Который тоже Принял участие В этой постановке Роль Роль Постепенно Начинала Разрастаться И вот Уже Это была Не вспомогательная Роль А эпизод Несущий На себе Какую-то Ответственность Спектакли Вспомнил я Об этом Сейчас Для того Чтобы Сказать О том Что Виктор Яковлевич Чрезвычайно Доверял Актеру Вне зависимости От его Возраста Или опыта Позволить Молодому Актеру Делать То Что Вот Он Позволил Мне Делать В битве В пути Это Ничего В общем Не стоит Для режиссера Или педагога Но Позволить Сделать Это Значит Много Потому Что Я могу И не взять То Что Вы Принесете Но Что Вы Приносили Это Не Каждому Дано Даже Планы В нашей Совместной Работе У нас Были С Виктором Яковлевичем Помню Еще На третьем Курсе Школы Студии Опять же Студентом Я играл роль Черноты В беге Булгакова Это Пьеса Которую Станицын Хотел Поставить Всегда Мы Мечтали Вместе Он Вообще Своих Учеников Не бросал Никогда Даже Если Ты у него Не занят В работе В школе Или в театре Он Всегда За тобой Пристально И внимательно Следил Подсказывая Какие-то Вещи В профессиональном Отношении И даже В жизни Он живет Он живет В кадрах Кинофильмов В своих Постановках Идущих И ныне На сцене Художественного Театра Но Более Всего В своих Учениках Даже В тех Кто Встречался С ним Всего Несколько Месяцев И в последний Раз За несколько Дней До его Ухода Из жизни Мне Виктор Яковлевич Санецин Запомнился Как человек Удивительной Жажды Жизни Человек Который Любит Жизнь Как-то На репетиции Виктор Яковлевич Сказал Выражение Не Мировича Данченко А вот Главном Качестве Режиссера Значит Режиссер Должен Обладать Одним Качеством Терпением Терпением И еще раз Терпением Вот Мне больше всего В нем покорял Вот Необыкновенная Терпимость К нам Потому что Репетиции У нас Скверные Были Отрывок Долго не шел И вот Своей благожелательностью И терпением Вот воистину Терпением Нас двоих Вот Он нас Настраивал На дальнейшую работу И что в конечном Итоге Привело Хоть К не очень хорошему Но все-таки Результату А мне больше всего Запомнилось Репетиции С Виктором Яковлевичем Именно те Когда Виктор Яковлевич Становился Моим партнером Когда Отходил Мой партнер Ген Дубко И когда Становился Виктор Яковлевич Потому что Это было что-то Необычное Какое-то совершенно Иное ощущение Иное ощущение Человека Который тебе хочет Очень помочь Это было очень приятно Очень запомнилась Фраза Виктора Яковлевича Уважать партнера То есть Это Один из Компонентов Профессиональности Актера Если хочешь Хорошо сыграть Сказал он Помоги актеру Хорошо сыграть Партнеру Виктор Яковлевич Умел создать Необыкновенную Атмосферу Репетиций Какую-то Рабочую И в то же время Необыкновенно Домашнюю На его репетициях Никогда не были зажаты Вот первые репетиции Пришли Что вы смеете Пришли Такой мастер Народный артист Зажались Сидим как зайчики Два-три слова И мы уже были свободны Мы уже забыли Кто это Виктор Яковлевич Станицын С ним было очень хорошо Тепло как-то А мне понравилось Вернее Запомнилось Запомнилось Из встречи с Виктором Яковлевичем Это Когда мы Репетировали Живой труп Толстого У меня не получалась роль Федя Протасова В самом начале Совершенно почти не получалось Я страдал Что-то там Набирал на себя Всего А он Ну где-то так К середине Репетиции Так Сказал мне Два слова Даже три Федя Федя Полюби жизнь Вот Я Мне всегда было очень Трудно Я Трудно Нет не только Полюбить Вообще трудно было Трудно Всегда Я говорил Трудно репетировать Трудно не могу А он Он отвечает Что в театре Всегда Первые 30 лет Трудно А дальше Дальше не легче Не случайно Виктор Яковлевич Станицын Так часто Вспоминал Слова Немировича Данченко Люди Которых Уже начали Называть Стариками Тем больше Сохранят Свою Творческую Энергию Благородство Мысли Свежесть Идеологии Чем больше Будут Любить Своё Молодое Окружение И любить Просто По-товарищески Без Зазнайства Своим Опытом Как бы Он ни был Богат Своё Поехали